Я здесь представитель научного сообщества, которое занимается совершенно безнадежным делом. Потому что по этому делу уже уничтожено несколько десятков серьезных людей в мире, в том числе нобелевские лауреаты. Я не буду о грустном, потому что без меня достаточно в округе грустного и тяжелого. Я буду о приятном, полезном и жизнеутверждающем. Я буду говорить о круговороте воды в природе и здоровье человека. О чем это? А это о том, что у воды в нас 99% молекул. 99% молекул нашего организма это вода. Как это так? Говорят, 77. Так 70% по весу. Очень все просто. На одну молекулу белка приходится до 35 тысяч молекул воды. На одну молекулу углевода приходится до 20 тысяч молекул воды. На одну молекулу жира приходится до 17 тысяч воды. Минимум 5 тысяч воды. Поэтому молекул воды в организме 99%. И вся вода в организме движется точно по тем же легитимным законам, по которым она движется в природе. А в природе, круглого воды в природе, дает жизнь и энергию всему живому в атмосфере, в океане и в литосфере. То есть во всех трех средах, где есть жизнь, а жизнь есть практически везде, где есть вода. Потому что жизнь на планете Земля не просто официальна, а уникальна, водная. И из этого надо исходить. Законы породы легитимы на 100%, потому что ею управляет и рождает вода. Что в природе, то и в нас внутри. Главные формы движения я несколько раз буду повторять, но научные слайды я очень быстренько пробегу. Там есть несколько научных слайдов, я покажу тем, кто захочет дополнительно на мастер-классе. А пока все наши биоритмы вот отсюда из природы, вот отсюда, все абсолютно, и в основном из воды. И вся наша гармония, в том числе в нервной, кровеносной, лимфатической и скелетно-связочной мышечной аппарате, вся энергия и вся информация и вся структура из воды. Как она строится? По евхимовому процессу рождается то, что нам надо. И все подчиняется принципу золотого сечения. Так построена природа. Я профессор Международного института фундаментального образования, кандидатская по онкологии и профилактике и диагностике, докторская по физиотерапии через воду, биоритмолог. 70 лет мне, я не стесняюсь. Так, я не вижу прохождения дальше. Сейчас, секундочку. Поехали. Не-не-не, я хочу, чтобы он заработал вот так. Вот так. Итак, аквасистемная гимнастика. То, куда мы, примерно 5-6 коллективов в России, и уже в Чехословакии, и уже в Германии, несколько ученых присоединились к этому термину. А-эс-джин, аквасистемная гимнастика. Мы занимаемся гимнастикой мышц, гимнастикой мозга, гимнастикой суставов, та-ла-ла-ла, та-пала. А на самом деле, самая главная гимнастика, это подвижность воды в организме. Освобождение гармонизации аквасистемы. Повышение тонуса мышц выводки энергии за счет пластификации биологических жидкостей, бактерицидной гармонизации аквасистемы, инициации вихревых процессов в аквасистеме. Вода и все живое, природные универсальные радиосистемы. В том числе это вычисляется, в том числе это измеряется и может быть проиллюстрировано на любом экстрасенсорном уровне. Экстрасенсы разговаривают с нами водой. Настоящий лекарь тоже через воду. О том, что нужно заниматься именно водой, а уже потом системой органов, я говорю уже много лет, что парацельса надо было казнить в первую очередь. Нельзя было человека делить на органы. Он целостный организм. Вихрь производит антиоксидантную среду. Поэтому мы с вами производим антиоксидантную среду в наших капиллярах, артериях, микрокапиллярах. Не ем, как яблоко сорванное с дерева, не ржавеем, как железо, помещенное в атмосферу, где есть вода и кислород. Мы живы до тех пор, пока у нас есть возможность выработки в нашей транскапиллярной, капиллярной артериальной сосудистой системе радикалы водорода и радикалы ОАШ. То есть это редокс потенциал и ОАШ. И все это в норме, по разным жидкостям, по-разному. И вот этим мы занимаемся уже давно. Потому что постепенно приходит сознание, чем бы ты ни занимался, все равно ты будешь вынужден обращать внимание, а что с водой в организме. Вот поэтому очень серьезно, те функции, которые нам уже удалось на практике реализовать, вот они, это лимфостаз, другие застойные процессы, маститы, заболевания молочных желез, позвоночные проблемы, все сколиозы, астахандрозы, межмолочные грыжи, артрозы, артриты, вальгусная деформация стопы, плоскостопия, простатиты, послеинсультная, послехирургическая, в том числе косметическая реабилитация, ну и многое другое, в том числе и кожные заболевания. Все это мы не только делаем, мы еще и диагностируем по состоянию воды в организме. Как мы это делаем? Вся медицина лопатическая работает по молекулярно-кинетическому принципу. Вся физиотерапия, в том числе космические излучения, солнечные излучения, гемогнитные поля, резонансшот, все резонансные системы в природе действуют на нас за счет резонансно-волновых процессов. Вот это второй путь. Лекарство обладает излучением, которое действует на воду в организме, и организм вылечивается. Вот это самая главная фраза, почему то, что я только что сказал. Вода – главный биосубстрат, главный источник энергии, главная информационная среда и главный источник гармонии и эталон гармонии в живом. То, что это не так популярно в науке, особенно во всех академических сферах, сказал в 50-х годах Шаубергер, великий австрийский исследователь, дуропат, инженер. Сохранение тайны воды – крупнейший капитал из капиталов. По этой причине любой опыт, служащий ее раскрытию, беспощадно подавляется в зародыши. Больше миллиарда людей на Земле живет за счет эксплуатации всех технологий, построенных на сжигание органического топлива. Это беда. О природе это не надо. Природа живет своим собственным вихревым процессом выработки энергии прямо из воды. Таких машин много. Десятка-два я фамилии могу привести, не сейчас, а в дизуальной беседе, ученых, которых уже убили. Они исчезли с планеты Земля, а их бумаги находятся под сукном в различных серьезных правительственных, политических, экономических и финансовых кругах. Машины на воде работают миллионными тиражами по всей Земле. Я потом примеры приведу, если останется время. Одна из них основана на эффекты ранка. Примерно 10-20 тысяч машин в год выпускается в мире в десяткам стран. Никто об этом не знает, что это энергия, это воды. Вот этот принцип и научная статья на эту тему уже опубликована в интернете в позапрошлом году. Нам удалось ее пропустить через интернетовские ресурсы, но не удалось ни через одну Академию наук. Вторая машина это машина Шаубергера. КПД мы уже не только посчитали, получили и достаточно хорошие материалы в 300%. То есть вечный двигатель второго рода. Реализуем, потому что система-то наша водяная, я имею в виду атмосфера, атмосфера, литросфера, это открытая система. А КПД равны единице и не больше единицы, только для закрытых систем. Термодинамика не нарушается. Почему эталон вода? Потому что она золотое сечение. Чуть позже покажу, почему вода золотое сечение. Вот так она строит все объекты в природе. От снежинки на окне корневой системы листьев, шишек, сердечная система, альвеолы легких, до чешуи на рыбах. Все подчиняется золотому течению и экспоненте. А вот что такое вода? Это определение 2001 года. Оно регулярно, каждый год, редактируется и опубликовывается на разных, серьезных, но выгнанных со своих родин Конгресса, в том числе на Конгрессе Поллока. Если фамилию Поллока кто-то не знает, то я вам скажу, что Поллок был вдохновлен работами и фотографиями Масара Емото. Масара Емото знают многие, его картинки, снежинки, под действием музыки и прочее, все многие знали. Так вот, вода, я зачитаю, это единственный слайд, я зачитаю научное обознавание. Вода в каденцир состояниях, открытая, термодинамически неравновесная, гомогенная, нелинейная, кооперативная, автоколебательная, мультипараметрическая, супрамолекулярная система, континуум которой, обеспечен единой, фрактальной, слоистой, динамичной сеткой водородных связей, способной к самопроизвольному, локальному поромерфизму, даже при минимальных воздействиях. Физиотерапия, которую я буду преподавать на мастер-классе сегодня бесплатно, в 19 часов, она вся основана на мощностях 10 в минус 8, минус 12, минус 21 степени ватта на квадратный сантиметр. Если вам цифры, эти масштабы и минусы не говорят ничего, то я скажу, примерно в несколько миллионов, миллиардов раз ниже, чем магнитное поле Земли, в котором мы все с вами живем. На воду действует все. Любой шорох, любой шепот, любой взмах клыра, крыла бабочки на австралийском тростничке. Взмах этой бабочки слышат кит, и слышат дельфин, и слышат белый медведь в Арктике, и пингвин в Антарктиде. Я вас уверяю, это все можно померить. И это уже давно померено. Вот, скованные одной цепью. Стэнли Крамера, кто-то помнит, из моего поколения, фильм. Как бежали два негр и белый из тюрьмы, скованной цепью. Они вынуждены были, несмотря на расовую преднадлежность вражеским друг другом, обществом, жить одной жизнью. Так вот, мы все живем одной жизнью, с космосом, с водой, природой, и все, что нас окружает. Вот такой сеткой водородных связей. Она континуальна, бесконечна, и по ней передается вся информация об уровне организованности, хаоса и порядка. Жизнь и вода. Жизнь – это движение, движение – это жизнь, и здоровье – это свободное движение воды. Вода, как вещество и как сущность, имеет абсолютное право на свободу движения, поэтому она и может быть источником, и является источником жизни, и наместником создателя на Земле. Вода, вещество, энергия, инструмент жизни, главный биосубстрат, главный источник, кондициональная сетка водородной связи все это передает. Эталон гармонии, мышление и мысль материальные, и их можно померить. Насколько научно? Абсолютно научно. Мышление, энергию его мышления можно померить. Ее меряют в десятках тысяч клиник, в фельдшинских центрах с помощью кардиологии, с помощью энцефалограммы, с помощью кожаной гавальнической реакции. Эти вещи измеряемы, повторяемы и наблюдаемы. Это и есть научное обоснование материальности мышления. Потому что мышление сопровождается акусто-эльтомагнитными колебаниями ликвара. И не только ликвара, всей аквасистемы человека. То есть мы все вибрируем. И у кого есть чувствительность, это вибрации чувствует. Вот это замечательное свойство воды мы применяем в различных видах спектра. В фотодинамической терапии синий свет облучают детишек с первого часа жизни по постнатальной желтухе во всех роддомах мира. Например, каждый третий ребенок. То есть мощности от долей милливатта у меня реализованы на руке. Потом, для чего это происходит и как это происходит бактеризация нашей воды в организме. Это очень все просто. Синий свет имеет две резонансовые частоты. 466 нанометров длина овалной и 477. Там наша вода, H2O, превращается в бактерицидную, в активную форму кислорода. Там появляются радикалы водорода, которые борются и помогают бороться нашим организмом со всеми вирусами и бактериями. То же самое в СВЧ-диапазоне. Уж мышей, коров, собак, можно собак, пожалуй, можно же корову погладить или лошадь по морде, поцеловать ее в губы, и можно обмануть своим хорошим настроением. Но нельзя обмануть сугистически всех животных мира и растения. Растения и животные слышат колебания хозяина, колебания воздуха, колебания друг друга. Поэтому вот эти приборы саратовского изготовления, серийные, медицинские приборы, у меня их очень много сейчас покупают в Англии, причем профессиональные приборы для дома покупают, а они все на ладошке помещаются руками. Но я не знаю, с чем сравнить. Это шелест водопада или шелест осиновой листвы в экспоненциальном изложении золотого сечения помогает корове в 5-6 раз быстрее залечить родовые травмы родовых путей после отела. Это пчелки, которые лечатся от аскофероза. Это СВЧ, КВЧ-диапазон. Этим работам 20-25 лет академик девятков в России стоял в Саратовском и Саратовский биофак Большого университета Саратовского стояли в Истоков 25 лет назад в разработке этих технологий. Мы это все применяем и на рабочем мастер-классе я это все покажу. Так, почему дальше не идет? Не идет дальше. Попробуй там. Стрелочкой. Тоже не идет, да? Не хочет. Ладно, я не боюсь этого делать. На мастер-классе я покажу три вида диагностики через воду организма непосредственно, неинвазивно, я материал не беру. Я просто щекочу водичку внутри организма в тех диапазонах, где вода не поглощает. То есть, это не тепловое излучение. Великолепно виден рак. Великолепно виден воспаление легких. Великолепно индицируется, как лечится рак, как лечится воспаление легких. Не идет, да? Не важно. Можно, да? Вот эти приборы нейроминестимуляции. Это я про физиотерапию. Я буду очень быстро, потому что времени достаточно. На рабочем классе все подробно. У меня рабочие классы обычно начинаются в 5-6 часов вечера и кончаются в час ночи. Это Москва, это Рига, это Таллин, это Вильнюс. Первый рабочий класс, мастер-классы это на конференции, а потом вывозят куда-то в особняк, в дом, в клинику, и там это продолжается 6-8 часов. Для врачей. То есть это все вы могут делать, и врачи это все может каждый из вас сделать по тем патологиям, которые перед этим 4 слайда. Это нейроминестимуляция. Нам удалось поднять за полтора года 7 спинальников с обрубленным позвоночником. Представляете, 7 спинальников встали с колясок. Стали сами делать все свои естественные надобности. Это уникальный случай, уже опубликованный в феверативных журналах Минздрава России. В том числе очень интересный вот этот электродик. Он восстанавливает всю репродуктивную зону женщины. В том числе и сексуально-рефлекторную. Потрясающая вещь. 4 электрода, и вообще-то мужчина не обязательно. Правда, слизистые общаться тоже должны. Но это не тема нашего сегодня семинара. Но! Вы понимаете, когда мы стимулируем активность мышц в организме человека через нервную систему, это не остеопатия даже. Это не массаж. Это не мануальщина. Это своя собственная нервная система. Ей подсказано, как надо шевелить мышечными помпами, чтобы лимфа пошла, чтобы кровь пошла, чтобы ликвар, правильно все нейромедиаторные технологии проходили через нервную систему. Опять молчит. Ага. Вот так в ванне в актеристанте происходит с помощью шугитовых электродов лимфодренаж и детокс мышечными помпами вашего организма. Никаких специальных электрических или каких-то лекарственных препаратов, БАДов не надо добавлять. Вот так это происходит. Причем, эта пациентка лежит под пятью приборами и под пятью электродами. Я показываю это очень мало, потому что ну что так, опять не хочется. Вот эти проблемы мы решаем физиотерапевтическими способами сверх малых мощностей. Любую косметологию, любые кожные заболевания. Причем не только делаем хорошо, но мы еще и индицируем это для врачей, почему это происходит и за счет чего это происходит. Вот да. И эффекты. Какие результаты достигаем? Пожалуйста. Это одна процедура, подтяжка, посмотрите, глазки раскрылись, мешки ушли. Вот это мужчина, осанка изменяется, просветы, сухожилия. Этой женщине 82 года. Посмотрите, как она стоит до процедуры, после процедуры. Это одна процедура иницируется. А вот это моя гордость. Понимаете, это моя гордость, потому что посмотрите, вот это одна и та же девушка, да, это одна 30-минутная процедура в воде и потом, я не помню, 10-15 минут я на столе работал. Это одна процедура. Посмотрите, как подтягивается все, да, это же орешек. А это орешек без скорлупы, да, за счет повышения тонуса мышц. Посмотрите, это 7 процедур. Это одна и та же женщина. Вот, вот, первое, ну, ну, что такое? итак, это две растворки. Между этим и этим, слева, это в начале, это через 7 процедур. Это уже, это в профиль, а это, так, как мы это наблюдаем? Мы это наблюдаем, да, кстати, все это вы можете делать сами дома. То есть, я только научу. Вы только приобретете через интернет-сайт у своего производителя или у своего дистрибьютора в вашей стране это прибор. А я научу, как им пользоваться здесь на мастер-классе. И для любителей, для себя собственных, кто себя любит, и для профессионалов, которые хотят помогать своим пациентам. Как мы это наблюдаем? Мы наблюдаем с помощью томографии. У меня с собой в номере томограф. Не 2 миллиона евро он стоит, а он стоит 500 тысяч рублей на русские деньги. Томография через воду организма. Вот в этих точках я ставлю датчики и измеряю, что вода излучает на весь столб. То есть, в тех диапазонах, где вода излучает, излучение проходит насквозь. Дальше компьютер сворачивает эту картинку из медленных величин и показывает двустороннее воспаление легких. Или показывает мониторинг при поступлении воспаления легких через 7 суток, через 14, через 20 минут, как лечится. Это нормальная молочная железа. Это разные пациентки. Слева верхний это нормальная. Это доброкачественная опухоль. Вот это доброкачественная опухоль. Это раковая опухоль молочной железы. Правый, нижний квадрант правой молочной железы. И то же самое. Левый квадрант правой молочной железы. Это правый квадрант правой молочной железы. Ну и приглашаю на мастер-класс. Сегодня бесплатный. 19 часов А завтра, послезавтра, 1, 2 и 3 У меня несколько пациентов уже записались Я, наверное, вынужден буду остаться До 2-3 числа После этого я всю аппаратуру сворачиваю Ставлю в автобус И мы, по-моему, с Ингридой едем в Таллин То есть я приглашаю еще и в Таллин В Таллин будет продолжение Потрясающий фестиваль прямо на воде природы Я тоже буду приглашать Можете воспользоваться по мною как водителем По дороге поговорим Так что бесплатный мастер-класс сегодня Остальное по... как получится Вопросы? А где именно? В Таллине, в Анна-Веске 73 километра между Таллином и Тарту Сегодня где мастер-класс? Ну давайте что-то решим Да, мастер-класс бесплатный Но с показом аппаратуры У меня кто-то из вас будет кроликом Которого я даже раздевать не буду Но кое-что я покажу Кроликов много Да? Да, нет, в ванне не будет Это будет на мастажном столе В ванну я никого не приглашаю В ванну это очень интимное дело Мы расскажем про Таллин и остальные Так А какую воду вы пьете? Я пью только природную воду У меня даже с собой сейчас вода из Карелии В автобусе стоит Из Минского Из дома Я живу под Питером Условия хранения? Условия хранения Это хороший вопрос Больше двух часов вода природные свойства не держит И то при наличии правильной организации хранения А не в пластике, да? Нет, в стекле Я говорю Не в пластике, да Не, но есть Понимаете дело? Воду надо подготовить Вот я этим браслетом воду готовлю себе Если она из водопроводного крана, да? А на самом деле, друзья мои Я три года отработал на Санкт-Петербургском водоканале Президент нашего водоканала Лучший водоканальщик Генеральный директор Президент Европы Признан Фамилию Кармазинов Торговый моряк Кончил мореходку питерскую У него Три водного забора И шесть водоносодных станций в Питере Над каждой из водоносодных станций У нас в Питере растет вишня Груша Несколько сортов яблок Там, где 2 миллиона кубометров воды хранится Даже в центре города На Волковке Это Волковское кладбище рядом И Московский вокзал Сады цветут И плодоносят Вот что такое вода